Приветствую всех любителей содержать дома всякую дичь. Вы на канале Русские Полосы. Однако сегодня у нас совсем даже не дичь, а вполне себе безобидный и положительно воспринимаемый большинством людей аквариум. Что это за аквариум, сейчас расскажу. Фабула этого видео такова. Дочка у меня запросила на 8 марта себе аквариум, хотя на самом деле она, конечно, просила целый зверинец, состоящий из морских свинок, как крыс, змеек, лягушек, кроликов и так далее и тому подобное. Но путем долгих и упорных переговоров удалось сократить весь этот зоопарк до минимума, хотя бы пока, до небольшого маленького аквариума. И, разумеется, мне, как ответственному отцу, теперь придется этот аквариум запускать. Честно говоря, делать мне этого очень не хотелось, и чтобы хоть как-то себя развлечь, я решил заснять весь этот процесс запуска поэтапно, шаг за шагом, день за днем, заодно посчитать, во сколько в денежном эквиваленте обходится на данный момент, в сегодняшнее время, запуск аквариума. Причем я постараюсь посчитать, сколько потратил лично я, сколько стоит аквариум в максимальном выражении, то есть если не считать деньги, если вы не ограничены в бюджете, и посчитать максимально экономный вариант. В итоге, параллельно с самим запуском, я буду отслеживать три счетчика. Минимальный, реальный и максимальный. А теперь я хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, обязательно щелкнуть в колокольчик, если вы до сих пор этого не сделали, и погнали! День первый! Это все вранье. Вокруг сплошное... На самом деле, сейчас уже пятый день. Первую часть этого, видимо, мы безвозвратно залажали. Ничего критичного вы не пропустили. И сейчас про все, что было сделано в первый день, я расскажу подробно, покажу. Собственно, мы засыпали грунт, мы воткнули пару растений, установили все оборудование и залили в воду, включили оборудование и заставили все это дело плутыхаться на протяжении нескольких дней, чтобы хоть какая-то биология начала зарождаться в этом стерильном аквариуме. Сегодня я предварительно слил большую часть воды из аквариума, чтобы, во-первых, было легче делать подсъемы оборудования, во-вторых, легче будет втыкать оставшиеся растения, которые мы сегодня посадим в пятый день. Ну и плюс я покажу, как заливать воду в аквариум, так, чтобы не расхреначить весь создавшийся там мегадизайн. Кстати, о чудо-мегадизайне. Никаких акваскейперских изысков здесь не будет, потому что, ну, ребенок четырехлетний вряд ли оценит все эти золотые сечения, правила двух третей, восходящие линии, многомерные, многоплановые, объемные пейзажи. Я думаю, скорее всего, Анька больше бы оценила какие-нибудь ярко-оранжевые камешки и куклу Лоу, там, или чем они сейчас увлекаются, даже не знаю, в центре экспозиции, да. А во-вторых, и дизайнер из меня, честно говоря, тоже как из говнопуля. Поэтому это будет достаточно просто. Будет просто коряжка, это будет немножко растений, это будет небольшой аквариум с пространством, с большим для плавания. А непосредственно детский дизайн, яркий, красивый, выделяющийся, с яркими камнями и какими-нибудь детскими куклами в качестве центра экспозиции, я себя, увы, заставить не смог. Нет, на это я почти не могу. Хотя он вполне себе имеет право на существование в детском аквариуме. Итак, сам аквариум у нас объемом около 25 литров. Почему я выбрал такой объем, сейчас объясню. По моему мнению, банки меньше 20 литров, они накладывают слишком много ограничений и по населению, и по устойчивости системы. То есть они, на мой взгляд, больше подходят опытным аквариумистам на самом деле, хотя, казалось бы, чем меньше объем, тем проще за ним ухаживать. Но это обманчивое впечатление, на самом деле это не так. С другой стороны, идеальный, на мой взгляд, аквариум для начинающего это 50 литров, но для маленького ребенка это все-таки слишком большой объем. Так, в принципе, в 50 литровом аквариуме, конечно, уже можно и развернуться и по населению, и по растениям, и эта система более-менее стабильна в плане своей экосистемы. Конкретно эта банка обошлась мне в 600 рублей. Можно найти аналоги, новые аналоги, от 400 до 2500, в зависимости от производителя, от формы, от, собственно, качества склейки. На БУ рынке можно найти дешевле, ну, либо примерно в ту же самую цену. Дальше грунт. В качестве основного грунта мы использовали проплант, кажется, называется, от Акваменю. Почему использовали именно его? На самом деле, не потому, что он какой-то мега крутой. Возможно, он действительно мега крутой, просто, ну, раньше мы его не использовали. А в данном случае решили его использовать, потому что он, на самом деле, был закуплен для нашего зоомагазина, для нашего интернет-зоомагазина. И при поставке одна известная транспортная компания его расхерачила... Короче, она его расхерачила. И, соответственно, чтобы добру не пропадать, мы его, собственно, решили совместить приятное с полезным, использовать в этом аквариуме. Цена ведра в 5,5 килограмм такого грунта в розничном магазине составляет около 800 рублей. 5,5 килограмм примерно как раз хватает для такого аквариума. Сверху мы насыпали камушков, которые, в принципе, у нас были, их там чуть-чуть совсем просто набрали. Они нам не стоили ничего. Вы, собственно, можете поступить так же, а можете, собственно, приобрести какие-то декоративные камни в зоомагазине. Вообще, что касается цен на грунты. Они могут варьировать в действительности от нуля. Если вы заморочились, собрали где-нибудь возле водоема окатанную гальку нужной фракции, там, от 3-4 миллиметра или крупнее, прокипятили, все дело промыли, то есть, соответственно, подготовили, это вам будет стоить 0 рублей, ну, плюс проезд до водоема и плюс ваши трудозатраты, не знаю, во сколько вы их оцените. Доходить же цена от грунтов может до 1000 рублей за килограмм и более, если вы используете какие-нибудь супер-мега-брендовые, навороченные японские питательные грунты. Такое тоже, в принципе, имеет право на жизнь, но явно не в нашем случае, а так любой каприз за ваши деньги. То же самое касается, на самом деле, и коряги. То есть, вы можете ее найти сами и, соответственно, подготовить, выварить, очистить, утопить предварительно, чтобы она тонула у вас в аквариуме, либо приобрести уже готовую, которая будет по цене от 200 до 800 рублей в зависимости от вида дерева, в зависимости от красоты коряги, в зависимости от магазина, в котором вы покупаете. Нам же, опять же, наша коряга, которая у нас в аквариуме, она обошлась в 0 рублей. Теперь о растениях. В первый день я посадил два вида растений. Это пагастемон, кажется, пагастемон октопус и гиграфилу эволист. Растений будет чуть-чуть побольше в аквариуме, но эти первые два жильца были заселены, чтобы, как я уже говорил ранее, оживить наш аквариум, чтобы занести первоначальную жизнь, чтобы добавить в аквариум какую-то изначальную органику и на своих листьях, плюс эти растения с водой, в которой они же взяты из живого аквариума, они занесут какие-то первоначальные микроорганизмы, которые будут эту органику разлагать первоначально и будут формировать какие-то первые начинающиеся цепочки биологических реакций, которые нужны для поддержания биологического равновесия в аквариуме. Цена за растения. Конкретно вот за эти два растения, ну, вообще, это моя боль, на самом деле. В тот день мне было действительно очень лениво. Я зашел в первый ближайший к дому сетевой зоомагазин, не буду говорить, какой у всех, бывают неудачные дни. И весь ассортимент из растений, которые там были, он состоял из четырех, из четырех, четырех наименований, каждый по цене от 150 до 300 рублей за ветку. Короче, вот эти два растения, вы увидите потом на подсъеме, это гиграфила и валисная, вот одна палка, и мочалка пагастемона, они обошлись мне в 440 рублей. Это, на самом деле, я считаю, что это очень много и очень дорого, они того не стоят, их можно найти значительно дешевле. Фактически 440 рублей за такое количество растений, это максимум, какой, наверное, вы сможете найти по ценам. И я посмотрел потом в разных других местах по ценам, то есть такое количество растений, оно стоит порядка 150-100 даже рублей за то количество, которое я взял. Ну, не было слишком ниво куда-то идти в тот день, и, соответственно, я уже пришел и не привык уходить без покупки, купил то, что было на самом деле, и посадил. Грубо говоря, я заплатил за свою же собственную лень. Переходим, наконец-то, к оборудованию. Из оборудования здесь будет использован фильтр, обогреватель, разумеется, светильник. Аэрация, как такова, использоваться не будет, да, в классическом виде видеокомпрессора, который гоняет пузырьки в аквариуме. Почему не будет, я расскажу чуть позже в этом же видео. Все ли оборудование критически важно в каждом аквариуме? На самом деле нет. В зависимости от условий, тот или иной элемент системы можно исключить. То есть, например, в нашем случае, как я уже говорил, у нас исключен компрессор, который входит в классический, в классическую компоновку аквариума. Но чтобы что-то убрать, нужно понимать, зачем это убирается из аквариума. То есть, какую цель вы преследуете. Вы должны обладать как минимум определенным опытом, чтобы исключать какой-то набор оборудования. Потому что любое оборудование, оно упрощает уход за аквариумом, так или иначе. А так-то, в принципе, конечно, аквариумы лет сто назад, они, в принципе, представляли себя только банку без каких-либо обогревателей, светильников, фильтров, компрессоров и так далее. То есть, в принципе, теоретически, конечно, можно исключать тот элемент оборудования, по вашему желанию. Но я бы этого делать очень не рекомендовал. Вы должны знать и понимать, что вы исключаете и почему. Начнем с фильтра. Фильтр, на самом деле, на мой взгляд, это сердце современного аквариума. И обязательно к использованию практически в 100% случаев. В нашем случае был использован небольшой фильтр-рюкзак. Это некий переходный вариант между классическим внутренним стаканным фильтром и большим внешним фильтром, который используется на больших уже аквариумах. То есть, что-то нечто среднее. Оно по объему и чуть-чуть больше, чем стаканный внутренний фильтр и значительно меньше, чем внешний фильтр. У нас наш рюкзачок, он мощностью, он производительностью примерно 100 литров в час. То есть, мы рассчитали примерно, что нам для обслуживания нашего аквариума потребуется фильтр с производительностью, который перегоняет 4 объема воды, содержащегося в аквариуме, за час. То есть, 25 литров у нас аквариум. И, соответственно, мы взяли мощность фильтра 100 литров в час. Фильтры-рюкзаки имеют ряд определенных преимуществ перед классическими стаканными фильтрами, ну и некоторые недостатки. Их специфическая конструкция обычно позволяет использовать большее количество фильтрующих материалов. То есть, по сравнению со стаканным фильтром, куда вы совсем чуть-чуть какой-то поролончик можете засунуть обычно, тут в рюкзачке объем канистра, в которую вы засовываете фильтрующий материал, она обычно побольше. И, соответственно, наполнителей каких-то губок, возможно, каких-то адсорбентов вы можете запихать больше, чем в классические стаканы фильтрова, больше фильтрующего материала, соответственно, лучшая фильтрация и лучшая биология. Во-вторых, в такой конструкции вода больше контактирует с кислородом и, соответственно, активнее насыщается, обогащается им. В-третьих, вода в таких фильтрах, она стекает в аквариум водопадом, а не вылетает из сопла классического стаканного фильтра, то есть и течение создается более плавное, более равномерное и ламинарное. Ламинарное же? Ламинарное. Да, правильное слово. Ламинарное. А не турбулентное, как в классическом внутреннем фильтре, что тоже положительно сказывается на ее перемешивании и на насыщении кислородом. Именно вот эти два предыдущих пункта, второй и третий, они обеспечивают нам насыщение кислородом достаточно для того, чтобы отказаться от компрессора, чья функция и заключается как раз в перемешивании воды и в насыщении ее кислородом благодаря контакту с пузырьками. Но, конечно, при этом необходимо не забывать о том, что нужно не допускать в аквариуме перенаселение, потому что если у вас перенаселен аквариум, то никакой фильтр и никакая аэрация вас, скорее всего, не спасет. Ну, либо это должна быть очень мощная аэрация, как в зоомагазинах, где в банках понапихано огромное количество рыбы, но если вы так обращали внимание, то и перемешивание насыщения воды кислородом, там идет тоже очень активное, очень сильное. И к плюсам, в какой-то мере и к минусам можно отнести то, что такая конструкция фильтра позволяет освободить некоторое место в самом аквариуме, то есть это полезное место, которое вы можете занять растениями, плюс вот эта вот трубочка, которая фактически торчит только в аквариуме, ее будет достаточно легко задекорировать, ее не будет видно, что немаловажно для эстетического какого-то восприятия этого аквариума. Но этот же плюс можно отнести и к минусам, то есть такой фильтр можно разместить на самом деле только на аквариумах открытого типа, либо хотя бы частично открытых аквариумах, потому что он должен висеть на стенке. И, конечно же, обычно, обычно такие фильтры имеют более, ну, несколько, чуть-чуть более высокую цену, чем обычные аналогичные по мощности классические стаканные фильтры. Цена конкретно такого фильтра, как у нас, водопада, она 300-400 рублей. На самом деле, аналоги, в зависимости от производителя, будут варьировать от 300 до 1500 и даже более рублей. Это касается что фильтров водопадов, что обычных стаканных фильтров. Далее, обогреватель. Тут на самом деле все просто, все современные обогреватели работают примерно по одному и тому же типу, они все регулируемые, то есть на колпачке обычно вы устанавливаете необходимую температуру, обычную до 25 градусов, либо он уже предустановлен будет на эту температуру, устанавливаете в аквариум, включаете в розетку и все, забываете о том, что вам нужно контролировать температуру, кроме, ну, кроме, естественно, контроля термометром, то есть вешаете термометр в аквариуме и смотрите температуру. Мало ли, и грелочка у вас сломалась, отключилась и нагревать перестала. Кстати, о цене на термометры, они варьируют от 30 до 300 рублей, конкретно наш стоил 120. Стоимость же обогревателя мощностью 25-50 ватт, именно такая мощность нужна на данный объем аквариума, она составила для нас 550 рублей. Вот опять же цена нашего интернет-магазина. Вообще, по магазинам можно найти аналоги лучшие либо худшие от 400 до 2000 рублей. Ну и последнее, светильник. Тут вопрос значительно сложнее, совсем уж в дебри я вдаваться не буду, потому что тема это достаточно сложная. Если говорить о светильнике с люминесцентными лампами, либо с энергосберегающими лампами, которые работают по тому же принципу, что люминесцентные, то так очень примерно, очень ориентировочно, выбирая мощность освещения, ориентируйтесь на 0,3 ватта на литр объема аквариума. То есть для данного аквариума люминесцентной лампой потребуется мощностью примерно 9 ватт. Это очень некорректный на самом деле расчет, потому что считать по факту то нужно люминесцентные люксы, то есть единицы светового потока. Но это уже слишком заморочится. Плюс, если вы используете не люминесцентные светильники, а светодиодные, то расчет тоже несколько другой. Ватт потребуется поменьше, чем для люминесцентных светильников, потому что светоотдача у диодных светильников, она повыше будет. В нашем случае светильник вообще бэушный. Покупался он мною лет 5 и так назад в одном столичном зоомагазине. Стоил порядка 1000 рублей. Это тогда уже было для такого светильника достаточно дешево. Использовал я его не в аквариуме, а на... Ну, наверное, можно назвать то, что я использовал. Это флорариум, то есть это аквариум без животных, без воды. Ну, то есть там был какой-то минимальный водоем. Но фактически он использовался для выращивания растений, для папоротников, адиантумов, для силогенелла и для мхов. Это был флорариум порядка 300 литров. То есть, скорее всего, в нашем случае такой светильник будет избыточным. То есть, если у нас какие-то проблемы с пересветом, если будет очень активно зеленеть все, мы его поменяем. Как бы понятное дело, что светопроницаемость воды она значительно ниже, чем у воздуха, но с другой стороны, как бы и 300 литров флорариума это все равно значительно больше, чем 25 литров аквариума. Толщина воды и толщина воздуха там несравненно во флорариум была выше. Короче, если какие-то проблемы с пересветом у нас будут, мы это дело все поменяем. Но пока мы использовали этот бэушный светильник, раз он бэушный, все-таки скажем, что он будет не 1000 рублей стоить, ну, положим, 700 рублей, поскольку работает исправно. Но на самом деле цена светильников это самое обширное, самое большое поле для выбора, какое только можно придумать. Они могут быть от 200 рублей, да, от самых простых каких-то лампочек на прищепке до нескольких тысяч, даже нескольких десятков тысяч, ну, которые, конечно, такие светильники не требуются для простого детского аквариума. Программируемые, там, какие-то управляемые, дистанционные и так далее, этого не нужно. Но цену мы положим, обозначим от 200 до 5000. Так вот, ориентировочно, пальцем в небо. Один нюанс по поводу света. Все, что я сейчас говорил, всю эту галиматию, которую я нес, она касается, на самом деле, только аквариумов с растениями. То есть, конкретно для животных, для рыбок, для улиток, которые у вас будут жить в аквариуме, если вы, предположим, используете искусственные растения, они натуральные, неестественные, не живые, то с мощностью света и своего развития вообще заморачиваться нет никакого совершенно смысла. Вам понадобится самый дешевый светильник. Для животных важно только чередование дня и ночи определенное, а мощность света им не так уж и важна. Ну, только ваше личное восприятие, то есть, насколько красиво все это будет смотреться у вас дома. Ну, вот, пожалуй, все по начинке для аквариума, осталось только залить воду. Но для начала перелеснем дни. Все, теперь никакого вранья, осталось сделать вид, что никакого провала в четыре дня у нас не было и все идет так, как положено. Из новых растений у нас и хинодорс, который засуну за корягу, стаурагина ползучая и еще какое-то растение, название, которое я забыл, вылетело из головы. Оба этих растений, стаурагина, и вот этот ноу-нейм, они пойдут у нас на средний-передний план. Все растения, они у нас обошлись в 200... Господи, я забыл. В 290 рублей они у нас обошлись. Три растения за 290 рублей. Можно найти дешевле тоже количество растений по цене от 150 рублей, можно найти дороже по цене до 500 рублей и больше. Ну вот, остатки растений мы распихали. Со временем они разрастутся и будет не так пусто. Теперь заливаем воду обратно. Для того, чтобы от струи воды, когда мы заливаем воду, остатки растений и наш чудо-дизайн не разлетелся в хлам по всему аквариуму, я поставлю миску, какую найду, собственно, у нас на кухне и буду лить воду непосредственно на нее. Она будет защищать наш аквариум от этого водного цунами. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну вот, вода у нас слегка мутная, но на самом деле это не от того, что муть от грунта. Грунт, он абсолютно чистый. Это муть, которая образовалась как раз за эти наши пропавшие 4 дня. Это так называемая бактериальная муть, которая очень часто образуется в новых аквариумах. Это вспышка бактерий, бактериальная вспышка, которая показывает, собственно, что в аквариуме появилась какая-никакая жизнь, какая-никакая биология, и он, по сути, начал уже запускаться. Муть эта со временем пройдет, это норма, она очень часто появляется в аквариуме. На самом деле, я думаю, что в нашем случае она будет еще больше будет усиливаться какое-то время, а потом исчезнет, никуда не денется, когда все более-менее стабилизируется, перетрется, перемешается. Так что на данный момент все. Продолжим предположительно дня через 3-4, когда пройдет бактериальная муть, мы приступим к следующей стадии заселения нашего аквариума. Надеюсь, в следующую часть видео мы не просрем так же, как просрали первую часть. И снова здравствуйте. Прошло несколько дней, и сегодня мы завершаем, в общем-то, основную часть запуска нашего аквариума заселением первых питомцев. Конкретно мы сходили, купили с Анюткой 5 гупешек и 1 анциструса. Все это дело обошлось нам в 230 рублей, если не ошибаюсь, за все 5 рыбок. Сейчас мы будем их непосредственно выпускать в аквариум, но перед этим, конечно, предварительно их подготовим к пересадке, потому что рыбе, ну, необходимо адаптироваться будет к новой воде. Для того, чтобы подготовить их к пересадке, мы будем постепенно добавлять в воду, в которую рыбки приехали к нам, в воду из аквариума. В течение получаса этот процесс будет длиться, потихонечку будем доливать, рыба адаптируется и к температуре, которая у нас в аквариуме, и к новым химическим параметрам, который, разумеется, отличается от тех, которые были в магазине. Начнем потихонечку доливать. А пока мы ждем, я немножко расскажу о том, о чем забыл рассказать в прошлый раз. Забыл рассказать об удобрениях для растений. Вообще, как бы не планировал я использовать в этом аквариуме никаких удобрений, дабы не заморачиваться, но случайно нашел в своих запасах одну таблетку каких-то аквариумных удобрений, раздробил ее и, собственно, засунул под корни конкретно в те места, где у нас расположены растения. Буквально одной таблетки нам на этот аквариум хватило. Стоимость такой таблетки 75 рублей, то есть недорого, но приплюсу ее к общей сумме. Ну, повторюсь, это, в принципе, как я уже говорил, совершенно необязательно. Растений здесь суперприхотливых нету, и на, как говорится, подножном корме, на том, что вырабатывает рыба, оно вполне себе может существовать. Редактор субтитров А.Семкин Ну, вот и прошли наши полчаса отмеренные. В течение этого времени мы, наверное, раз пять надоливали воду. Можно заметить, что, собственно, воды изначально было очень мало. Сейчас уже наш сосуд практически полностью наполнен. То есть, уже большая часть здесь вода, это вода из аквариума. Ну, и сейчас будем выпускать наших новых обитателей. Сейчас я только солью лишнюю воду, потому что нам слишком много такой воды не нужно в аквариуме. Но лучше потом свежую добавим. Ну, вот воды я оставил совсем минимум. Сейчас позову дочку, будем высаживать. Ну, что, Анют, как тебе новый аквариум? Нравится. Нравится? Да. Будем высаживать? Да. Все, мы ждем, когда они адаптируются, обживутся. Завтра, послезавтра уже будем кормить. Сегодня у них стрекс, сегодня их кормить нельзя. Пап, ты мне подаришь корм для рыбок? Конечно, подарю. Я буду кормить. Будешь кормить, завтра будем уже кормить. Ну, что, давай, говори пока-пока всем. Пока-пока. Смотри, такие рыбки красивые. Красивые, да. Туз. Такой туз. Туз? Кто такой туз? Он в одессе присоска. Это Сомик. Анциструс. Сомик. Заверите на Сомика. Да. Нравится? Всем пока, ребята. Вы были на канале Русский Полос. Русский Полос. Неспосредственно запуск мы закончили. Конечно, мы еще сюда подселим некоторых обитателей. Пока еще не решили каких. Но это уже совсем другая история. Наверное, это будет совсем другое видео. Посмотрим, как этот аквариум будет развиваться. Что приживется из растений, что не приживется. Напомню, аквариум мы запускали совершенно без химии. Именно поэтому у нас заняло это достаточно продолжительное количество дней. То есть около 9 или 10 дней у нас все это дело заняло. То есть без бустеров, без химии, без говоря, он до сих пор не совсем дозрел. Будет созревать в процессе, будет устаканиваться, будет налаживаться биологическое равновесие. И постепенно мы будем его заселять, увеличивая бионагрузку. Надеюсь, все будет хорошо, все приживется, все будут жить здоровы. Перечислю, пожалуй, по дням все стадии запуска. То есть первый день мы загрузили все оборудование, уложили грунт, корягу, залили воду и растений, чтобы хоть какую-то изначальную биологию в аквариум внести. Дальше мы все это дело подождали. У нас на второй-третий день буквально вода начала немножко мутнеть. И на четвертый день, если я не ошибаюсь, или на пятый мы засадили остатки растений. Это как раз основное видео. Муть начала проходить постепенно. Я думаю, она может снова и появиться, поскольку мы сегодня еще дополнительно биологию внесли в аквариум. Но он постепенно у нас запускается. То есть сегодня на десятый день, когда мы выпускаем рыбу, рыбу на девятый или десятый, не помню, когда мы запускаем рыбу, вода практически полностью прозрачная, практически абсолютно чистая. Посмотрим, как оно будет все в дальнейшем. А на этом пока все. Не забывайте подписываться, ставить лайки, щелкать в колокольчик и оставлять комментарии с вопросами, пожеланиями, ругательствами, да всем чем угодно. Нам это очень помогает и нас это очень мотивирует. Игорь Негода Корректор А.Кулакова